Вот это вот, помните, да, мы как-то разбирали, да, акцентированный удар, да, там, что делать? Топнул ногой, да, как бы а-ля топнул, да? Ведь на самом деле это не топание ноги. Смотрите, когда вы становитесь, да, вот фронтально мы стоим, да, в боевой стойке мы стоим, да, чтобы усилить удар, как мы усиливаем удар? Мы пытаемся включить всю массу в удар, да, что мы делаем? Мы выталкиваем свою тушку, да? Выталкивать можем, колено выталкиваем, оба. Кстати, смотрите, какая ситуация. Невозможно ударить справа и выпрямить только одну ногу. Оба колена, вся масса идет. Логично? И даже в этой ситуации, когда вы оба колена выпрямляете и плечо, и ударил я справа, то в какой-то степени левая нога становится одновременно еще и опорной, потому что на нее идет. В большей степени, ну, уже плечо перелилось, его масса пошла в нее, как бы то не было, да. Вторая ситуация. То есть мы что делаем? Мы выпрямляем ноги, да? Слово вот именно выпрямляем. Вторая ситуация. Шаговое движение, да, когда мы делаем, что я ставлю ногу, да? Толкаюсь ногой, да? Ну, неважно, здесь у меня нога стоит, но чтобы достать партнера, там, противника, да, мне надо к нему шагнуть, правильно? Могу на полную стопу, могу на носок, могу носок с вращением сделать, да, чтобы усилить разгон. Но второй момент. Я не просто толкаюсь ногу, я не поставил ее. Когда я ногу приподнял для шага, чтобы поставить ногу туда, я ногу делаю что? Я выпрямляю ногу. Я себя выталкиваю. Я вот этот момент. Не опускаю ногу. То есть движение вниз ноги, это уже удар. Это именно составляющая удара. Точно такой же, вот когда вы стоите на фронтальной стойке, да? Вверх. И здесь то же самое в боевой стойке. Мне надо шагнуть, мне надо это расстояние сократить до противника, да? Я туда ногу опускаю, правильно? То есть я туда ногу выпрямляю. Выпрямляется по аналогии стою на месте, то же самое. Я выпрямляю ногу. И в это мгновение, то есть когда нога пошла вниз, выпрямляться. Выпрямляться. То есть вторая нога тоже выпрямляется в это время. Я становлюсь вверх, а плечо пойдет, когда нога пойдет вниз. И эта нога тоже встает вверх. Ну если для левого, как бы да, тут все понятно. Вперед. Нога пошла с плечом одновременно, почти все понятно. С правым немножко более сложнее. Почему? Посмотрите на меня. Встаньте фронтально. Иди ко мне. На него все смотрим, он товарищ сегодня, обижаемый. Ручки вот так поставил. Исходное положение, да, группировка, все у тебя висит, все у тебя хорошо. Оторви правую ногу от пола. Молодец. Еще раз. Вот смотрите, он оторвал правую ногу, но что он при этом сделал? Он перенес вес тела. То есть ты уже, если бы ты стоял в боевой стойке, да, то у тебя было бы вот такое движение. И твоя нога, как ты уже перенесся, наклонился, да, она пошла бы куда-то вот туда. Когда вы поднимаете ногу, в данном случае, для шага, в данном случае, вы вообще, что мы делаем? Мы используем свою массу тела для удара. Здесь мы ее используем из статического положения, просто вверх толкнули. А здесь у нас существует еще момент какой? Падение. Я не переношу вес тела на эту ногу. Я просто убираю опору, одну из опор из-под своей массы. Каким образом? Приподняв колено. И это я не я топнул. Я просто стал падать вниз. И теперь у меня есть падение вниз. То есть масса вниз пошла, да? Что я тогда делаю? Я перенаправляю массу, которая падает вниз, то есть инерция, чем? Выпрямленной ногой. Я выпрямляю ноги. Вот она, инерция пошла через меня. Я остался здесь. Как раз нога пошла вниз правая и левая вверх. Они стали выпрямляться одновременно. Я усиливаю свой удар за счет чего? Либо у тебя на веревочке камня висит, ты его просто кинул, либо ты его раскрутил. Тоже самое в ситуации. И стоя в боевой стойке, что происходит? О! Видали? Он сразу среагирует. Я пошел. Я встал вверх, я толкнулся ногами. Это на месте, да? Какое шаговое может быть движение? Шаг с подшагом, да? А может быть вот такое движение, да? Ну вот это может быть такое? То есть это то же самое, что вот вверх и падаю на опорную ногу вращения. Либо я себя разгоняю более быстрое. Но именно вот этот момент поднём колена очень короткий. Его не надо сюда задирать. Оно чуть поднялось. И вращение. Попробовали, посмотрите на меня в боевой стойке сделать вот такое движение. Ты вытолкнуться должен ногой. Ты выпрямлять ноги должен. А ты садишься на них. Ты должен вытолкнуть себя. Ты встаёшь. Вставай левой ногой. Вытолкайся левой ногой тоже. Ещё раз. Ну смотри ещё раз давай. Поднял колено. Колено поднял. Нет. Видишь, ты перенёс тебя сюда. Поднимай колено. Оп. И. Во. Воздухе развернул. Успел. Правильно. Ты бьёшь куда? Туда. Ты бьёшь туда, куда стоит у тебя носок, ноги. Вот ты ударишь вот сюда. Але. Да, только и смотри туда, куда ты бить собрался. Вот твоё положение. Поднял колено. И опускай его просто вниз. Но прямая нога. Во-во-во, вращение. Крути в воздухе. Катя, выпрямить колени. Да, уже интересно. Вверх выпрямляйся. Да, да, выпрямляйся. Время. Покажи. Полетели. Что у него произошло? Мне показалось, что он слегка рука опережает. У него плеча нет. Ты делал вот такое ударное движение. Ты вот тут спину разворачивал. Ты не плечом стал переворачиваться. Вращение пятки, бедра, плеча, это одно целое. А ты делал вот это движение. Посмотри на меня сбоку. Вращение пятки, бедра, плеча. Вот вся твоя тушка, это есть от носочка ноги. Здесь же нет никакого шва, ни молнии, ни разделения. Но плечо переворачивается. Ребят, оно когда переворачивается, оно дает вам опору левой ноги. Левая нога превращается в опору. А если... Ещё раз ударь. Как ты бил, так и ударь. Вот. Видишь, левая нога развернулась. Хорошо, встань левой ногой боком меня. Вот. Поднял, ударил. Во! Сейчас, заметьте, господа, 90 градусов фактически. Таз ещё может дать. Во! Посмотрите, нога левой не развернулась. Сейчас удобно стало? Да? Стоять, жалко ула. О! Моща! Никуда не падает. А теперь наклонись ещё больше, вперёд. Посмотрите, он ещё больше может наклониться. Посмотри, какой-то, насколько длиннющий удар мог пробить. Довольно-таки на узких ногах. И не падает. А почему? Потому что плечо не пересекло линию носка. Длинный правый прямой. Самый сложный удар в боксе, это правый прямой с дальней дистанции. И в тот момент, почему? По сложному. Не по исполнению, а по моменту удара, в том плане, что его видно издалека, противник стоит. И тебе тут нифига себе! Да, можно и так ударить. Толкнуться с места. Можно и так. А можно ещё больше завалиться. А можно даже перешагнуть. Та-та! С подшагом. И в момент, когда ваши плечи вот это срабатывают, ребят, ваш кулак идёт перед вашим, под головой. Если вы вот так разворачиваетесь, ваша голова открыт. Ваши кулаки, ваши плечи, когда вот это скручиваются, переворачиваются, они закрывают вам голову. Кулак закрывает голову в момент нанесения удара. Здесь сразу становятся плечо, вы закрыты. Встречные удары. И кулак закрывает вам голову, пока он идёт. Понятно? А? Точно? Покажи, иди ко мне. Иди ко мне. Давай, сейчас вот сделай такое. Прямо поднял, опустил. Окей. Куда ты стоишь? Нанеси удар. Давай, нанеси. Правый прямо. Чего ты не достал? До меня почему ты не достал? Не знаю. Потому что опасно тебе до меня, потому что мозг говорит, упадёт, тушка хозяина. Ещё раз. Исходное положение. Спасибо коленочками. Продолжаешь. Вот смотри, а вот сюда тебе удобно ударить. О! Правильно? А сюда нет. Нога левая боком в меня стоит. Не, ну не настолько боком, ты же не хоккеист. Вот мизинец, косточка мизинца стоит в мою крайнюю ногу. Заднюю, то бишь. Да. Вот правую ногу правее поставь, чтобы... Но ещё правее. Правее, не назад, а правее поставь немножко. Ещё чуть-чуть поставь. Очень хорошо. И стопы по всей геометрии стоят параллельно. О! Молодец. Давай ещё раз. Коленочки сел. Хорошо. Колено поднял. Да. А теперь попробуй не ускориться рукой. Попробуй медленно это сделать. Подними голову. Поднял и, опуская колено, переворачивайся. Старина, вот посмотри, опусти плечо. Дай плечо. Посмотри, сколько ты мог ещё сделать движения. Ты его не сделал. У тебя очень резко, быстро ты пытаешься выпрямить руку. Посмотри-ка, я могу это медленно сделать. Ещё идёт туда движение. А ты делаешь его вот здесь. Ты вот тут ускоряешься. Переверни. Разверни бедром. Разверни спину бедро. Попробуй медленно это сделать. Если ты сделаешь это быстро, ты мне руку сломаешь. Давай. Поднял колено, разворачивайся. Нет. Ты в воздухе разворачивай бедро. Подними колено. Вот ты поднял колено. И разворачивай в воздухе его. Давай со мной. Колено поднял. Поднимай. Оп. Не переноси весь тело на левую ногу. Поднял колено. И крути в воздухе его, опуская. Подними ногу. Подними, тебе вставать надо. Встаёшь. Делаем все. Во-во-во-во-во. Удобнее, конечно. Даже у тебя хоть и нога немножко разница, всё равно тебе удобнее стало. Не торопись рукой. Разворачивай пятку, бедро в воздухе. Нет, старина. Не вот сюда ногу поднимаешь, а именно вот как стоят твои ноги, вот ты так и поднимаешь колено. В какой плоскости оно стоит. Медленнее. Встать. Выпрямляй обе ноги. Вставай ногами вверх. Хорошо. Вот просто выпрямь на полную стопу. Медленнее. На полную стопу. Можешь встать просто? Выпрямите. Во! Обе ноги ты выпрямил. Обе ноги. А теперь поставь ногу на носок. И разверни пятку. Вот он ты. Но вот это вот вращение происходит в воздухе. И у тебя подбой в самом конце произойти должен. Во-во-во. Вот уже. Не тащи плечо к себе. Вот не поднимай плечо наверх. Оно просто бей туда. Просто кулак переворачивай. Вперёд. А ты от меня отвернулся. Видишь, ты рукой мне ударил? Потому что рука рано пошла. Переворачивайся спиной. Через руку. Вставай ногой. Опять. Ты начинаешь бить. Вставай. Левая нога. Тоже колено выпрямляется. О! Вот как-то да. Время. Ну-ка, али мы диким. Что-то ты тоже делаешь ерунду. Еще раз. А что мы полчаса там стоим? Уже бить начал. Уже бей. Вот туда. Да. Еще раз. Нет. Ты начинаешь бить плечом, кулаком, когда уже пола коснулся. А я уже начал бить. В воздухе. Я начинаю. И удар у меня в самом конце. Вот у меня подбой произошел. А левая нога уже выпрямилась. Медленнее. Делай медленно. Что-то не то. Еще раз. Ну-ка. Не-не-не. Ты именно останавливаешься. Ну-ка еще. Смотри. Ты раз и потом бьешь. Вот такое происходит. Во-во-во-во. Вот сейчас по-другому было. В воздухе. В воздухе бей. О! Да-да-да. Нога левым боком. Боком-боком-боком. Не-не-не. Стоп. Все, я понял. Смотри. Вот сейчас у тебя стали ноги шире. Ты до этого ставил ноги узко довольно-таки. Когда ноги стоят на одной линии, ребят, когда ноги стоят на одной линии, носок передний и пятка задний, эта стойка минимально устойчива в боевом положении. Но она убирает под собой возможность амплитудного движения с бедром. Потому что узкие ноги. Здесь всего у вас получается ширина до половины ширины плеч. Здесь удары короткие, пятка, плечо, кулак. Здесь бедро исключается. Поэтому ноги должны стоять шире. То есть у вас должна быть здесь ширина плеч. Вот в этом квадрате. Этот квадрат, вот он. По факту это ширина плеч у вас. Чуть под углом, чуть-чуть поуже. Попробуй. Нет, опускай и вращайся. О! Вот сейчас ты сделал. Опускаешь и вращаешься туда. Да-да-да, не отворачивайся от меня, туда прям. Во! Вот сейчас ты вот туда сделал. Еще раз. Почти. А теперь длинный удар нанеси. Слышь. Переступи прям. О! Десять баллов. Ребят, смотрите, это рабочее движение. Это вот вы. С подшагом. Это рабочее движение. С толчком ноги. Длинное ударное движение. Но базовое действие здесь на месте. Надеваем перчатки. Будем пробовать. Ссылка цвета там. Люди. Нам нельзя... ДИНАМИЯ Типа моего乐. ДИНАМИЯ ДИНАМИЯ ... К 짜 Cow. deer pod 거야. Sanders. ДИНАМИЯ